Дорогие друзья, меня зовут Оксана Ференчук, я музыкант, джазовая певица и педагог. И я очень часто задаю вопросы, как музыка влияет на нашу жизнь, как происходит наше общение с музыкой, что происходит у меня в душе, когда я слушаю музыку, что происходит с другими людьми, когда я пою. И я не всегда нахожу эти ответы, и мне интересно пригласить к диалогу компетентных людей, экспертов в своей области. И вот сегодня я пригласила к нашим диалогам врача, психиатра, психотерапевта и клинического психолога Турченко Нину Михайловну. Нина Михайловна, я очень рада вас видеть и сегодня побеседовать с вами о том, как музыка влияет на наш мозг. Что происходит с мозгом, когда мы слушаем музыку? И нужно ли тут уточнить, какую музыку мы слушаем? Или мы сейчас просто в целом можем порассуждать, что с нами происходит, когда мы выхватываем звуки извне, из пространства? Вопрос очень интересный, вопрос очень широкий, Оксана. Дело в том, что если мы будем говорить правду, абсолютную правду, то на сегодняшний день нейронауки очень много знают о количестве нейронов в мозге, о нейромедиаторах, которые там вырабатываются, циркулируют, соединяются с какими-то рецепторами, освобождаются и так далее, то есть в биохимических процессах мозга. Но очень мало знают о функциональных характеристиках мозга, о том, как мозг функционирует. А в последнее время, когда появились очень мощные эмиссионные томографы, которые могут отслеживать функциональное состояние мозга при тех или иных воздействиях, или при тех или иных психических процессах у человека, становится немножко более понятно, немножко более ясно, как именно, какие области мозга, какие формируются сети, как они работают. То есть вот тогда там очень начинает немножечко проясняться. На самом деле, от таких представлений о мозге, которые формировались еще в конце 19-го, в начале 20-го века, когда создавались карты мозга, когда к каким-то конкретным отделам мозга привязывались какие-то конкретные функции, и тут я вижу, тут речь, тут слова, было очень это смело и очень полезно на определенном этапе развития нейронаук. Вот сегодня мы, во всяком случае, ученые, я не ученый, я врач, я практикующий врач, психиатр, психотерапевт, ну, без, как там мои учителя говорили, без мозглой психиатрии, психотерапии не бывает. То есть знать мозг и знать его функционирование важно и обязательно для того, чтобы вообще понимать, что происходит с человеком, который приходит к врачу или к психотерапевту или к психиатру. Поэтому, конечно, интересуюсь всем этим. Так вот, современные научные данные, они рассматривают работу мозга и функционирование мозга совершенно по-другому, чем это было еще тогда, когда я 40 лет назад закончила медуниверситет. 40 лет прошло с тех пор, как я его закончила. И за эти 40 лет коринным образом поменялись взгляды на функционирование мозга. Поэтому ответить на вопрос, что происходит с мозгом, когда на него воздействует музыка, однозначно нельзя. Но мы можем об этом поразмышлять, потому что некоторые вещи уже известны. Ну, например, уже известно, что активируется во время воздействия музыки на мозг, или тогда, когда человек представляет себе музыку, то есть воссоздает ее собственным мозгом, активируются определенные отделы мозга. Это не значит, что только эти отделы активны. Но это некие какие-то центры, вокруг которых формируются, наверное, вот эти системы, связи, сети, которые участвуют в целостном процессе. Вот это латеральное ядро или боковое ядро. Самое интересное, что боковое ядро активируется во время алкогольного опьянения, во время сексуальных переживаний и во время музыкальных переживаний. Внешнего воздействия музыки или воспроизведения. Да, наш мозг, он такой очень интересный. Он и мозг, и весь организм реагирует почти что одинаково и на то, что извне приходит, и на то, что он сам воссоздает. Ну, например, если я сейчас себе вспомню мою любимую внучку, которую жду завтра в гости, у меня начнет меняться биохимия мозга, у меня активируются системы, которые вырабатывают окситоцин. Это именно этот гормон мозга, на его медиатор, который формирует такое состояние близости, состояние такого вот нежности, привязанности, переживания такого вот родства. Вот, и я не вижу её, но образ её, который я воссоздаю своим мозгом, вызывает такую же точную реакцию, как тогда, когда я её просто увижу. Вот так у нас работает мозг. Музыку, которую я слышу, и музыку, которую я вспоминаю, воссоздаю в своём мозге, мозг, весь организм вообще, гормональная система, биохимия, и реагирует вот практически одинаково. Одинаково? Да. То есть тоже вырабатывается окситоцин? Окситоцин – это тогда, когда я внучку вспомнила. Ага. Да. А вот действие музыки больше связано с вот этим латеральным ядром. Как взаимодействуют мозг и звуки? Звуки вообще? Правда? Вот это интересно. Вот у нас есть там… Сколько органов чувств? Шесть. Шестой какой? Ну вот про пять все замечательно знают, да? Зрение. Шестой – это что-то вроде третий глаз. Нет, нет, нет. Интуиция. Это не третий глаз. На самом деле сегодня говорят об этом. Это проприоцепция называется. Проприоцепция. Это вот это чувство, которое мы испытываем, как бы расположение разных частей тела относительно друг друга. Это чувство даёт нам вот пространственное восприятие себя, себя в пространстве, да? Вот это восприятие себя в пространстве. Проприоцепция это называется. Это тоже чувство. Благодаря этому чувству, да, мы ориентированы в том, где наша рука, где наша нога, да, вот в этом пространстве. Вот. И это шестое, да. Да, шестое. Вот. Но, тем не менее, это всё, что это связано с каналами восприятия сигналов из окружающего мира. Правда? Да. Зрение воспринимает визуальные волны. Визуальные волны, да. Да. Одного характера. О, да. Звуковые волны воспринимаются и перерабатываются, поступая к нам через уши. Ну, кстати, не только через уши, потому что звуки мы можем чувствовать. Чувствовать, да, 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 вибрации. Да, вибрации определённые. Уши — это только ворота. Да. Да. Или окна, через которые звуки проникают, звуковые волны проникают. Правильно? Зачем это нужно вообще мозгу? Зачем они вообще, эти звуки, зачем бы они нужны? Представляешь, полная тишина, хорошо, замечательно. Сейчас так трудно найти место, где есть тишина. Мы даже себе не отдаём отчёт, какое количество разнообразных звуков воздействует на наш мозг одновременно. Да, это так. Вот прямо здесь, когда мы сидим. Какие-то из них мозг дифференцирует, какие-то не дифференцирует. Какие-то остаются под порогом восприятия, штука восприятия, воспринимаемым мозгом, а не ухом. Да. Какие-то мозг дифференцирует и доносит до уровня сознания. Какие-то не дифференцирует или не доносит до уровня сознания. Мы их не осознаём. Тем не менее, эти звуки воздействуют на нас. Вот как интересно. Вот, кстати, мы с тобой говорили перед передачей о музыке Баха. Да. Да. Волшебной, невероятной, мистической музыке Баха. Вот когда мы слушаем Баха, мы можем улавливать там звуки, которые находятся на пороге между осознаваемыми и неосознаваемыми. Вот эти какие-то подпороговые, надпороговые. И оказывается, что эти звуки, они переживаются мозгом, они перерабатываются мозгом особым образом. Были такие исследования произведены именно с использованием музыки Баха, которая исполнялась на органе. При определённых аккордах, при определённом звучании у абсолютно всех прибывающих в этом зале, которые были подключены к специальным датчикам, возникал высокий уровень тревоги, который потом менялся по мере того, как эти звуки... Почему же это происходит? Зачем это нужно? Нам всё нужно для адаптации. Нам всё нужно для того, чтобы в этом мире выжить в первую очередь. Это в первую очередь. Нам нужно выжить, чтобы потом жить, чтобы потом что-то делать. Торопеть, детей рожать и воспитывать. Создавать. Да, творчеством заниматься. Психотерапией заниматься. То есть в первую очередь нам нужно выжить. И вот представь себе древний человек, древний мир, пещеры. Вокруг мир живой, полон звуков. И это звуки совсем другие, чем те, в которых находимся и живём мы. Это совсем другие звуки. Это звуки, которые исходят из неживой природы и из живой природы. Из живой природы растительной и животной. Из неживой природы, там, не знаю, это камни звучат. Камни, горы. И вот это всё звучащий мир, в котором древний человек живёт. И эволюционно, конечно же, эволюционно, человеку просто необходимо было дифференцировать эти все звуки. Дифференцировать. Определённое состояние этой гармонии, этого сочетания этих звуков, это уже музыка. Правда? Да. Сочетание, некое сочетание звуков, это уже музыка. Определённое сочетание, оно ассоциировалось опытным путём. Ассоциации были, возникали. Ассоциировалось с благополучием, с безопасностью. И тогда человек мог что? Прилечь отдохнуть. А, прилечь отдохнуть. Правда? Прилечь отдохнуть. Правда? И вот он прилёг отдохнуть, и вдруг где-то что-то скрипнуло, сломалась какая-то веточка, звук. И мы сразу дифференцируем. Мы что же дифференцируем? Звук сломанной веточки. Звук листвы, шум дождя. Вот мы сидим в доме, и вдруг появляется какой-то звук, и через какое-то время мы его замечаем, не сразу. Потом мы осознаём его, что есть какой-то звук, а потом мы дифференцируем его, мы понимаем, что это такое. Из крана вода бежит или капает. Или это что такое? А, это, наверное, дождь. А может быть, это не дождь, это, может быть, ветер, это листва шуршит. Да, и мы дифференцируем. Вот древний человек имел возможность выжить только тогда, когда он имел способность дифференцировать эти звуки. Можешь себе представить, какой слух музыкальный был у древнего человека? Потрясающе, да. Потому что у тех, у кого этого слуха не было, не выживали. Нет, невозможно было выжить. Да, да, да. Не выживали. Не выживали. Они не могли выжить, да? Вот какая интересная штука. Разные звуки, которые дифференцировались, как бы привязывались, соединялись с определёнными значениями, вызывали соответствующие адаптивные реакции. И вот те звуки, которые требовали какой-то адаптации, действий защитных, они вызывали, они, конечно, стимулировали активность. Активность стимулируется дофамином. Дофамином. Дофамин – это гормон, подкрепляющий действия, такой гормон, который определяет предвкушение, состояние предвкушения. Если я, например, ставлю перед собой какую-то цель, у меня начинает синтезироваться дофамин. Потому что вот этот образ достижения, который я себе вместе с целью рисую, формирует вот это движение по направлению к цели. То есть дофамин начинает синтезироваться, и весь организм, всё организуется на целенаправленное, на совершенно определённое движение, которое необходимо для достижения цели. Например, встать, пойти, открыть холодильник ночью и съесть ночью что-нибудь вредное. Ну или полезно, или не в холодильник, ну то есть что-нибудь, да, куда-нибудь что-то, да. Вот, понимаешь, звуки, вот, то есть вот эти все звуки природы – это была музыка, музыка совершенно определённая, музыка об опасности, музыка о спокойствии. Музыка, которая, да, сопровождала такие невероятные процессы, как груминг, сексуальное взаимодействие, да, какое-то, да, или наоборот борьбу, там, войну, драку, да. Когда я слышу такие вот звуки, меня никогда не били, слава богу, да, 69 лет никогда и не будут. Но при этом первая моя реакция – я вздрагиваю, когда я слышу звуки ударов. Знаешь, он пойти, и потом я понимаю, что это не про меня, и дальше я как-то действую. Ну, у мозга для того, чтобы он вообще распознал что-то, есть такой механизм. Он это должен воссоздать, воспроизвести внутри себя сам. Понимаешь? А мы это осознаём, когда он воспроизводит? Мы часть какую-то осознаём. Ну, вот с сознанием это вообще давай как бы аккуратно, да. Но из того, что мы воспринимаем и переживаем, это как вот великие мудрецы уже назвали это, ассоциировали это с такой метафорой, как айсберг. А, да. Тут осознание, а всё остальное вам под водой, да, это очень мало что. Что-то мы осознаём. Чаще всего мы осознаём что-то актуальное, вернее, нам на уровень сознания выбрасывается что-то актуальное, что-то, что потом будет какие-то осознанные, проактивные действия формировать. То есть это что-то требующее от нас, может быть, осмысления, да, и так далее. Актуально в данное время. Да, в данное время, в данный конкретный момент. И тогда что делает человек, что мозг начинает делать? Он тогда, когда он воспроизводит... Ну, дифференцирует. Чтобы я поняла, что там скрипнула там какая-то веточка, которую сломала нога там какого-нибудь животного, мой мозг должен воспроизвести это. Да. А когда мозг воспроизводит, ему нужно это куда-то... Ну, поместить. Да. Всё разместить. Человек что начал сначала? Он начал воспроизводить какие-то звуки, которые были для него очень важны на самом деле. Правильно? То есть, вот возьмём вот эти вот шаманы, ритмы какие-то, да, это ритмы какие-то. Вот, очень, конечно же, наверное, с древних времён вот эта соединённость определённых состояний, да, ассоциация определённых состояний с определённой гармоникой, да, с определённой какой-то вот этой вот ассоциацией звуков, она фиксировалась в мозге, да, и как там... Да, я вот так вот, там, маленького ребёнка берёшь на руку, да, и вот он там притчает, плачет, а если там бабушка или мама спокойно... Это сразу действует, кстати. Сразу, да. И он так потихоньку-потихоньку успокаивается. Вот, и, конечно, развитие музыки, как бы её вот появление вот этой воссозданной уже, то есть созданной мозгом человека музыкой, конечно, было связано с вот этим разнообразием, с вот жизнью, вот адаптивных процессов, в которых человек находился в своей жизни. То есть таким образом музыка — это такая очень важная, невероятная часть адаптивной системы человека. И глобальность, вот многогранность, многоуровневость, вот связи музыки и человека, его психики, его деятельности, она, конечно, вот невероятна. И, конечно, это всё изучается, и ещё предстоит изучаться, что-то, какие-то гипотезы мы создаём. Вот нет ни одной гипотезы, абсолютно доказанной. Ну, например, гипотеза, что начинает синтезироваться дофамин, предположим, доказанная. Предположим. А потом, да, и мы предполагаем, что дофамин, значит, предвкушение, а значит, активирует, раз предвкушение, у меня активируется деятельность, действия активируются. То есть я тогда могу встать и пойти, и чего-то сделать. — И что-то делать. — Да, и что-то добыть. И ясно, что определённое соединение звуков активирует какую-то определённую деятельность. То есть есть звуки, которые активируют сексуальную активность, есть звуки, которые активируют какую-то физическую активность. — Физическую активность, да, или идти в бой, или идти на свидание. Не знаю, да, есть? — Да, и, конечно, именно поэтому звуки, которые поступают извне, или, я вот подчёркиваю, и те, которые мы воссоздаём у себя в голове, они здесь и сами звуки имеют значение, и некий опыт, перцептивный опыт человека, пережившего контакт с этими звуками, связанными с конкретными жизненными ситуациями. — Вот, это важно. — Да, это очень важно. — Это то, о чём мы с вами говорили. — Потому что не сами звуки, а то, как звуки и мозг, соединившись вместе, дают вот это эмерджентное свойство. Да? То есть какие-то звуки, какая-то музыка происходила, человек слушал её в какой-то совершенно конкретной ситуации. — Ситуации, да. И вот эта ситуация, она ассоциировалась с этими звуками, с этой музыкой. И когда человек в следующий раз слышит эту музыку или воспроизводит, на самом деле дело не в музыке, его чувства связаны не с музыкой, а с воспоминанием. — Да, с воспоминанием. С той ассоциацией, которая организовалась вот в этом целостном процессе проживания какой-то определённой, значимой, определённым образом значимой для этого человека ситуации. — Нина Михайловна, вот гипотеза о том, что лучше всего для младенцев ставить классическую музыку, например, что-то очень лёгкое Моцарта, или, да, мы не будем говорить про Баха, потому что там очень большой спектр эмоций. Но вот принято считать, ну, это доказанная гипотеза? — Ну, конечно, есть много разных исследований. Одни, значит, доказывают, другие опровергают. Я думаю, что современная наука отличается тем, что в ней больше сомнений и вопросов, чем ответов и утверждений. И это хорошо. Потому что на каком-то этапе, у меня лично, когда вот я, ну, я и продолжаю учиться, люблю очень учиться, на каком-то этапе возникло такое ощущение абсолютно, ошибочное, что вообще всё уже известно, всё уже открыто и даже как-то скучно. А когда учёные нашли смелость сказать вообще, да мы ничего не знаем, и всё, что открыто, это всё спекулятивная теория, это всего лишь то, как нам интересно или важно было это объяснить, вот, то стало интереснее, да, потому что, оказывается, ещё есть что... — Ещё есть что там поисследовать. — Да, поздравить и открывать. — Тоже же интересный феномен для мозга, да, это же тоже про дофамин. — Да. — Потому что дофамин — это про то, а что же будет дальше, а как это будет дальше. Вот музыка с этим, потому что я начала говорить про латеральное ядро, — Да, 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 про предвкушение, да? — Про предвкушение, ожидание. То есть раздаётся первый звук, и мозг настраивается на то, чтобы улавливать, что будет дальше. — Да, да. — Что будет дальше. — Да, да, да. — А когда он ещё узнаёт что-то, он может конкретную мелодию узнать. — Про полезность или неполезность классической музыки Моцарта какой-то ещё для маленьких детей, да, или для младенцев, для детей. — Вообще полезно ли детям слушать, да? — Да, да. И мне очень хочется на этот вопрос начать вот с чего, что вообще про полезность говорить очень опасно. Потому что... Ой, у меня вспоминается этот анекдот. — Давайте. — Про то, как к доктору пришёл пациент и говорит, «Доктор, у меня болит живот, тошнит меня, болит живот, просто вот помираю». Доктор ему говорит, ну, придёшь домой, значит, не ешь, пей, лежи, сделай там очистительную клизму, ну и потом посмотрим. Он ушёл, приходит домой, в доме пахнет гороховой похлёбкой. Жена сварила гороховый суп. А он голодный, не удержался, съел этого супа и всё. И встречает доктор его на следующий день, говорит, ну, как твой же доктор. Пришёл, жена суп сварила чуть-чуть, я его поел. И у меня просто всё прошло, все боли, тошно, так хорошо мне стало. Как интересно. Приходит к нему другой пациент, да, и говорит, тут слесарь этот портной. И говорит, доктор, у меня болит живот, меня тошнит, мутит, в общем, очень мне плохо. Он говорит, что иди домой, скажи жене, пусть она тебе сварит гороховый суп. А тот пошёл, встречает на следующий день, он вдову в чёрном одеянии. И говорит, что случилось? Он говорит, пришёл, попросил суп, я сварила, он съел, помер. И доктор говорит, о, что полезно слесарю, не полезно портному. Вот. Да, поэтому про полезно очень опасно, потому что для всех по-разному. И вот почему. Мы уже с тобой экскурсию в древний мир совершили. Совершили. И так понятно, что так же, как и у животных, у человека генетически мозг откликается на какую-то гамму звуков, на какую-то мелодию естественную или воссозданную, да, искусственно, определённым образом. То есть что-то вызывает тревогу. Для чего? Для того, чтобы быстро вскочить, убежать, догнать или там драться и победить. Что-то, какое-то сочетание звуков вызывает другую биохимию и, значит, расслабляет, да, сигнализирует о том, что можно поспать, расслабиться. Или там что-то вызывает, возбуждает какие-то там чувства, не знаю, сексуальные чувства, да, и так далее. Вот. И это такой базовый набор, который вот генетически детерминирован всё-таки. Ну, вот, например, там слышит кошка, как скребётся мышка где-нибудь. У тебя угла, она как раз сразу, мышка, и туда, да. Вот. И у человека тоже это всё есть. Второй уровень – это звуки, которые ассоциированы уже с опытом жизни, с теми ситуациями, которые проживает ребёнок внутриутробно или уже новорождённый, или он, значит, дальше в течение своей жизни. И разные звуки у него ассоциируются с разными ситуациями. Ну, и представьте себе, если в доме звучит музыка Моцарта, а в это время там родители ругаются, кричат там или дерутся, да, и у ребёнка, он, да, у него ассоциации будут ситуация, ситуация, да. Которая распознаётся как опасная, неопасная, как, ну, то есть, значение этой ситуации для, там, жизни или для цели, или, там, для какой-то актуальной, значит, его, какого-то актуального действия. Да? Да. Это первично. Но зато потом, когда звучит музыка, она является триггером, который активирует эту ассоциацию. И у человека появляются чувства, которые связаны с ситуацией. Да-да-да, понимаете? То есть именно это и активирует те действия, которые необходимы, чтобы решить проблему этой ситуации. Например, защищаться или, наоборот, расслабляться. Ну, да-да-да. Понимаешь? Вот какая штука интересная. Поэтому, если мы изначально, да, первое, это первое. А если мы просто ставим музыку, как музыку, да. Вот смотри, третий уровень, это уже собственный опыт человека. Вот второй уровень, он заимствованный, да, он всё равно, да, ребёнок в какой-то ситуации. Следующий уровень, это уже, он формируется уже на основании уже зрелого мозга. То есть мозг уже там к 27-28 годам, все его уже там отделы, имейлинизация, всё уже сформировано. И появляется возможность уже дифференцировать и переопределять значения самостоятельно, да, придавать персональное значение, индивидуальное значение, дифференцировать индивидуально какие-то явления, в том числе и музыкальные явления этого мира. Вот психотерапия во многом именно этим и занимается. То есть к нам приходят люди, у которых есть, предположим, они зафиксированы где-то на детских вот этих всех и значениях, и переживаниях, и ассоциациях. И они их повторяют как клише снова и снова в своей взрослой жизни, а это не подходит для вот этой текущей ситуации. Так как это не подходит, то, естественно, адаптация... Не происходит. Да, либо не происходит, либо она недостаточно хороша, да, и вот возникают проблемы какие-то. Хорошо, что мы можем пересмотреть. И вот пересмотреть, переопределить, вот во многом, вот большая часть психотерапии, она связана именно с тем, что человек может в процессе психотерапии как бы снова вернуться к каким-то своим вот этим, к своей системе отношений, к объективной действительности, к себе, и перестали, реконструировать эту систему отношений, да, система отношений, это те значения, которые я придаю, и соответствующая к этому моя реакция на это, да, мое отношение. Вот. И это можно реконструировать, и нужно очень часто реконструировать, потому что все равно это даже связано не только с тем, что там родители как-то что-то делали не так, или нет. Просто ум ребенка, он способен только на определенные какие-то вещи. У него есть ограничения из-за незрелости мозга. И тогда он значение тоже формулирует на уровне вот этого уровня своей зрелости. А когда мозг более зрел, когда опыт, когда есть больше вот этих, да, информации, больше материала, из которого он может как-то реконструировать это все, то, естественно, он может понять другие стороны явления, рассмотреть целостно какой-то процесс, да, в котором, ну, или какую-то ситуацию, в которой он пережил, в которой есть какие-то вещи, которые связаны с болью, с негативными переживаниями, а есть какие-то вещи, которые, ну, например, там вы вырвали ребенку зуб там молочный, да, и вот ему было страшно, там, может быть, даже и больно, и, да, и вот, и он зафиксировался, это очень плохо, этот стоматологический кабинет, этот врач, это ужасно все. А еще и Моцерт играл в это время. Еще в это время играл Моцерт, совершенно верно, да. Вот, а взрослый человек уже понимает, что на самом-то деле это целостный процесс, у которого, да, вот есть вот это вот мгновение, когда-то у тебя что-то убрали, а на самом деле, да, это вот создало условия для, там, значит, роста постоянных зубов, и это было, увидеть вот эту другую сторону, да, которая как раз очень важна, нужна и которая способствует, там, как какому-то благу человека, да, вот, а ребенок, нежно, зафиксирован на чем-то на этом. И вот это переосознание, вот эти три уровня, да, вот это вот, там, генетическое восприятие звуков и реакция мозга на звук, мы об этом с тобой говорим, да, да, вот это вот, значит, заимствованное, вот, и вот этот уровень, где я уже способна дифференцировать, я уже способна как-то реконструировать эту свою систему, переосознавать, и тогда тоже меняется моя реакция на звуки, да, на музыку, на другие звуки какие-то, вот. Вот этот самый первый уровень, и вот когда мы говорим, какую музыку ставить детям, надо учитывать вот этот самый первый уровень. Какую может воспринять музыку, да, ребенок? То есть это музыка, которая ассоциируется с вот этими, да, природными звуками или звуками, которые несут в себе сигнал о благополучии, о спокойствии, о ритме, ну, то есть это те звуки, которые активируют мозг и дают ему вот эту вот, да, энергию действия, движения, развития. Да, да, да. Правильно? Да. То есть если мы будем ставить ребенку музыку, которая возбуждает центры тревоги, которая возбуждает, там, предположим, даже вот этот синтез дофамина, но связанный с, там, не знаю, опасностью или с чем-то, да, то, естественно, таким образом и будет ребенок реагировать. Я, кстати, вспомнила музыку Шнитке в «Ежике в тумане». Она же невероятно тревожная. Да, да. Просто мне вспомнилась как вспышка, что это очень страшный мотив. И еще один момент очень важный. Очень важно смотреть на то, как ребенок резонирует на эту музыку. То есть когда мы активно хотим впихнуть ребенку то, что нравится нам, или то, что там какие-нибудь ученые говорят «так надо», или там авторитеты предлагают, не учитывая, как ребенок на это резонирует, это такое насилие. И мы никогда сами не поймем, что же это за ребенок. Короче, кто это тут родился? Он какой вообще? Что ему вообще в этом… Вот на что он в этом мире откликается? И этот ребенок, мы не дадим ему это понять. Потому что мы будем все время ему говорить, это не слушай, а это слушай. Это не ешь, а это ешь. И он тогда потеряется. А мои чувства что? Мои чувства барахло. То есть то, что со мной происходит, я на это не могу опираться. Я должна опираться на то, что сказала мама или ученая тетя. Все. Или дядя ученая. То есть вот. И поэтому очень важно посмотреть. Потому что один ребенок откликнется на Моцарта, а другой ребенок, да, ему лучше, если ты посмотришь, ты же, ты же, где ты? Вот и что-нибудь такое, понимаешь? Ну, конечно, да. То есть вот это очень важно посмотреть и видеть, и замечать, что с ребенком происходит, когда он слушает ту или иную музыку, или когда он в той или иной ситуации дает вот этот естественный отклик какой-то свой. Я переосмыслила музыку, когда поступила в консерваторию, уже после 27 лет, кстати. Совершенно пересмотрела свое отношение и к классической музыке. И открыла это богатство, которое можно на самом деле исследовать постоянно. Постоянно исследовать, как композиторы в то время слышали, как мы воспринимаем эту музыку сейчас. Но в музыкальной школе все-таки это было тяжело сделать. Всему свое время. Да, всему свое время. Но вот к этому мне тоже очень хочется обратить на что внимание. Это как раз на связь музыки и развитие мозга. И развитие, собственно, мозга, а значит и человека. Потому что, конечно, мозг играет основополагающую роль в психической жизни человека, в его социальной жизни, в проявлениях, в формировании личностной структуры, которая принимает решение, да, личностная структура принимает решение. Как раз решение, дофамин пошел идти или не идти. Двигаться или не двигаться в направлении, куда дофамин меня толкает. Да, то есть это очень сложный процесс. Так вот, на что я хотела обратить внимание, это то, что мы опять вернемся с тобой в этот вот древний мир, в эту пещеру, вот туда, где этот. И вот представь себе, что это за мир. Там звуки только природные. Только природные. Только природные. Даже если там где-то палкой о палку, вот о дерево, чтобы сбить плоды, или там вот этот каменный, вот этот камень привязанный к палке, мы называем молоток. Не знаю, называл ли древний человек это молотком. Он только знал, что он может получше вот этот вот. И не знал, что это рычаг. Он просто понимал, что так он может, да. Удобно. Да, удобно. Но все равно это, да, больше природные звуки. И необходимость в том, чтобы их различать, необходимость вот все время это, да, улавливать и реагировать у мозга, не у сознания. Была невероятно велика, потому что это жизни стоило. Это стоило жизни. То есть мотивация, ого, да, это безопасность какая. И вот ему вот, говорят, после кроманьонца мозг уже не развивается эволюционно. Ну так ученые говорят. Это так, ученые говорят. Я не ученый. Я знаю, что психотерапевт. Да. Вот. А чего же он до кроманьонца развивался? Уже развивался? Развивался. И вот, оказывается, развивался он в связи с тем, что вот эти трудные жизненные обстоятельства, вот эта сложная жизнь, которая была у древнего человека, то есть она требовала от него вообще как-то адаптироваться, как-то приспособиться к этой жизни. И для этого ему требовалось что? Вообще все распознавать. Он делал что-то новое, да, и мозг развивался. Развивался, да. То есть мозг развивается только в трудных жизненных обстоятельствах. Но и не только в трудных, и тогда, когда ему нужно. И вот, а теперь представь себе ребенок современный, который живет, предположим, в многоэтажном, многоквартирном, городском доме, да, вот в комнате какой-нибудь, где огромное количество гаджетов, и не только гаджетов, которые там воспроизводят видеоряд, там какой-то, там микроволновка, кондиционер, пылесос, то есть огромное количество звуков, как внутри, так и снаружи. Правильно? И это звуки совершенно другие. Это не звуки природы. Правильно? Абсолютно нет. Ему тоже надо их дифференцировать. Их значительно больше. И среди них гораздо больше звуков, которые, шум, которые мешают, которые ему не нужны, на которые ему не надо реагировать. Не нужно, потому что мозгу приходится делать огромную работу, чтобы реагировать на все эти звуки. Мозгу, мозгу, а не сознанию. Понятно, да? Даже если этого не осознают. То есть нужно что-то сделать, чтобы их не слышать. Люди, которые живут рядом с железной дорогой или рядом с аэропортом, или там трамвай, где под домом проходит какой-то, или люди, работающие в шумном, кузнечном цеху, они перестают слышать то, что им не надо слышать. В смысле, это не выходит на уровень сознания. А мозг? А мозг работает. А мозг слышит. Слышит, да. И он что-то делает, чтобы это не выходило на уровень сознания. То есть он работает, мозг, чтобы это не выходило, конечно. То есть еще работа такая двойная. От того, что дифференцировать, так еще и заблокировать. Безусловно. Конечно. Я думаю, ты тоже, я сталкиваюсь каждый день с таким явлением. У меня мой кабинет на первом этаже, где сходятся дороги, где сходятся дороги, на углу таком. И по одной из этих дорог идет непрерывно транспорт, легковой транспорт. И поэтому пробки стоят. И вот часто останавливаются в пробках машины. И у меня в кабинете начинает содрогаться все. И мы перестаем слышать друг друга с человеком, с которым я разговариваю. Это в какой-то машине музыка. Играет музыка. Что происходит с человеком, который сидит там в этой машине? Я даже не слышу. То есть если мы перестаем слышать друг друга в комнате, за закрытым окном, за вот такими, дом старый, Сталинка, то есть там такие вот стены огромные, толстые. Мы перестаем слышать. Что творится с мозгом этого человека, который сидит в этом автомобиле? Абсолютно отсутствие сознания, мне кажется, да? То есть настолько... Ну, думаю, нет, сознание он не теряет, он же ведет машину. Автоматически. Да. Ну, вот зачем ты же это нужна? Зачем? Зачем это нужно? Что происходит с мозгом? Зачем это нужно? Так громко? Нет? Никаких соображений нет на этот отчет? Чтобы не думать... еще услышит? Он что-нибудь еще услышит? Он не слышит вообще ничего. Он больше ничего не слышит? Ничего не слышит. Правильно? Ну, в смысле, он больше ничего не осознает. Не осознает. Правильно? Я говорю, что он, мне кажется, это, собственно, для того, чтобы даже не думать. Какая биохимия в его мозге происходит? Конечно, дофамин. Конечно, дофамин. Дофаминовое море. Но когда очень много дофамина постоянно, что происходит? Это разрывает мозг. Тогда дальше что происходит? Эндер. Фины начинают вырабатываться. Это наши эндогенные опиаты. Это гормоны, которые нас защищают от боли, которые нас выключают. то есть у нас некое наркотическое опьянение, да? Да. Такое эндогенное. Совершенно верно. То есть возникает такое состояние, в котором человек как будто бы он здесь и при этом вот он. Вот что происходит на рейвах. и он не... И вот здесь как будто бы нет. Ну как будто бы нет. То есть возникает такое состояние, в котором он как будто бы отрешается вообще от всего. А зачем им это надо? А мы об этом немножко поговорили раньше. Про вот это огромное количество звуков, искусственных звуков, в котором мы находимся. Да? И как сильно воздействовать на нас. Что мы... Идет поиск чего-то бессознательный, без понимания чего именно, что именно я делаю. Но идет поиск чего-то для того, чтобы как-то что-то такое сделать, чтобы стало полегче. Кто-то едет в лес послушать тишину. Вот. Кто-то едет в лес послушать тишину. Но это же надо еще иметь определенную культуру, надо иметь модель какую-то. Да? И если мы вернемся снова к детям, когда ребенок слушает начали жбэта, когда ребенок слушает музыку, которая ассоциируется, прямо генетически ассоциируется, да еще она подкрепляется ситуацией, когда ребенок слушает музыку рядом с мамой, с папой, которые улыбаются, между которыми есть гармония, чувствуют безопасность в этом окружении, и эта музыка ассоциируется с вот этими переживаниями общения, отношения с вот этими близкими, надежными людьми, которые дают безопасность, тепло, молочковым, там покушать, да, понимаешь, мы создаем вот этот второй уровень некий, то есть ребенка создаются, и он все-таки слушает эту музыку, а не вот это, что там где-то стукнуло, там где-то грохнуло, там кондиционер, там то, там все, то есть развитие мозга под влиянием музыки, конечно же, идет более такое качественное, более надежное, мне нравится качественное, музыка, да, она, вот почему она развивает, почему она развивает, почему она активирует процессы, да, и нейрогенеза, и вот развивает вообще мозг, да, понятно почему? Да. Вот, да, это тоже некие. Я надеюсь, понятно, почему. А? Конечно, ну или может быть ну или может быть немножко более понятно, но не совсем. Мне тоже и всем ученым тоже мы с этого с тобой начали. Никто пока не может точно дать ответы на эти вопросы. И я не знаю, можно ли найти эти ответы на эти вопросы однозначные, точно и так далее. то есть важно, чтобы ребенок рос в музыкальном таком мире. Музыкальном пространстве. Что этот за мир, что за мир музыкальный, в котором первично все-таки сам мир. Вот, какое музыка, безусловно. И не полезная или вредная, а именно как она вообще изначально воздействует, да, то есть опираясь на вот эти генетические какие-то вещи, да, а здесь уже что мы воспитываем. То есть воспитание, да, это питание, чем мы питаем, да, на что откликается мозг, то он и откладывает в систему вот эту, на которую потом он опирается, когда он принимает решение или делает выбор. То есть если ребенок растет вот в этой прекрасной классической музыке, и когда ему надо будет выбрать, какую музыку ему послушать, он, конечно, выберет ту, которая у него ассоциируется с вот этими какими-то важными для него переживаниями. Может быть, не всегда приятными, но важными, значимыми для него переживаниями. память, не всегда распознает его звуковысотность, то он его может воспроизвести. Но вот эта память, не всегда он запоминает его тут же, и вот эта фальшь появляется, не все люди могут произвести звук в точности, которую услышали. и это свойство памяти. Ну вот тут тоже память нужно, наверное, как-то пояснить. То есть свойство мозга. Да-да-да. Возможно, эта цепочка у него быстрая. Услышал, воспроизвел в точности, но эта цепочка может быть очень длинной. Услышал и забыл. Или услышал, но не может воспроизвести. Я хочу верить в то, что каждый человек может воспроизвести. Это связано со звуком, с голосом. Я как педагог по вокалу вижу результаты с людьми, с которыми занимаюсь, которые вначале очень долго могут воспроизвести эту цепочку, но со временем с занятиями, с живым инструментом эта цепочка сокращается. Пока не доходят они до точки, где слышу, воспроизвожу. Конечно, у меня нет исследований, это просто ученики, которые ко мне приходят, но было бы, наверное, интересно эту тему как-то поисследовать более конкретно. Нина Михайловна, как Вы думаете, это связано со свойством памяти слуховой или может быть это с чем-то другим связано? Память, конечно, у нас играет роль в всех любых процессах. Это тоже очень сложное явление памяти, это очень проразное. Например, краткосрочная память это одно, и там работают одни сети и отделы мозга, долгосрочная это про другое. мы знаем, что гиппокамп как-то очень серьезно в этом участвует, но опять-таки не он один всегда определяет. Мы, например, знаем, что воспроизведение музыки очень интересно, связан с центром брока, а это центр речи. А это же вообще не про речь, правда? А тем не менее с центром брока связан, но опять-таки с центром брока тоже ничего такого один не делает никогда. И я больше обратила внимание не на память, а вот на что. Принятие и интерпретация звуков, музыки, конечным продуктом, который является значение, которое мозг этому придает, вот этой мелодии, дифференциация. Что это такое? Распознавание. Осуществляется одними сетями мозга. Это их специализация. Мозг работает весь, но есть активные сети и вот на эмиссионных томографах, вот когда мы функциональные какие-то исследуются функции мозга, то активность каких-то сетей выше, чем остальных других. А воспроизведение это другие сети. Это другие сети, да. И вот создание сетей, которые воспроизводят это, то есть их изначально не существуют. Их надо создать. Причем мы все сети создаем. То есть когда мы чему-то обучаем, когда мы начинаем делать что-то новое, мы создаем новые сети. Дальше мы их укрепляем, они становятся активными, может быть расширяются и так далее. Но это процесс обучения все равно. Собственно процесс обучения это не про то, что мы в школе, а это как раз создание новых очень четко существовать. И эта связь формируется. Вот то, о чем ты рассказывала, это как раз формирование вот этих связей и сетей. И у кого-то это происходит быстрее, у кого происходит быстрее. Я могу только предположить, я не могу опираться ни на какие исследования, но я могу предположить, что если эти сети уже протаптывались, то есть эти тропинки уже протаптывались. Например, если ребенок с детства пел, он пел вместе с мамой, вместе с бабушкой, ему пели, не музыку ставили, потому что это про другое, когда сейчас я общаюсь с внучками, это совершенно по-другому, когда ребенку включают музыку или поют. вот я знаю, что когда мне приходится укладывать спать внучек или какую-то из внучек моих, и она просит именно спеть, она хочет, чтобы я именно пела. я пою ну как получается, да, совершенно верно, как получается, потому что я не занималась этим, потому что этим надо заниматься для того, чтобы это было, но тем не менее, если я например говорю, давайте поставлю какую-нибудь колыбельную, исполнение хорошего, хороший певица, пакетка, который умеет это делать, нет, нет, я хочу, чтобы пела ты, это тоже по-разному воспринимается совсем, да, и конечно же я выбираю то, что у меня точно получится, да, в бабушке, где я могу любую мелодию, любовь, там что-то такое, и так далее, и вот и ребенок вместе, ребенок послушал, я смотрю, она уже сидит со своей какой-то куколкой, и она ее укладывает спать, и тоже баю, баюшки, и точно она воспроизводит все то, что я думаю, боже мой, мне так надо аккуратно, потому что она же точно делает то, что поет так, как я, да, то есть мне нужно как-то за этим смотреть, если ее, и вот если эти тропиночки уже протоптаны, если это, значит, было, и человек пел, потом мы же тоже понимаем, что мы же их по-разному протаптываем, правда, да, вот я помню, как-то у меня были разные периоды, когда я приступала к тому, чтобы научиться играть на гитаре, ну, фортепиано я училась в музыкальной школе, ну, гитара, вот, и был такой период, когда я там что-то пыталась сделать сама, потом я, значит, пригласила учить, ну, преподавателя, да, который бы мне это показал, и вот это было очень ярко, когда невероятно сложно нужно было перепоставить руки, перепоставить движение рук, то есть я протоптала неправильно, а дальше, и это неправильно, оно не даст мне возможности сделать это так, как нужно, и вот переделать это, перетоптать эти, да, другие тропиночки, это тоже работа, это тоже, и вот люди поют же, поют, да, а потом они приходят к тебе, говорят, я хочу петь, ну, грамотно, да, приходится перетаптывать, это конечно приходится перетаптывать, приходится перетаптывать, даже мне приходилось перетаптывать, да, это всем приходится перетаптывать, я не знаю, ни одного человека, которому бы не пришлось перетаптывать. Это, я не знаю, это кому-то как-то вот это перетаптывание полегче дает, кому-то, да, кому-то повезло, сразу протоптал как-то поближе вот к этому. Всегда, когда мы переучиваемся, это очень, кстати, хороший процесс, потому что это расширяет наши возможности. То есть это мы как будто бы вот еще больше… Я вот, например, очень люблю погрузиться снова в изучение исследования каких-то азов, которые лежат в основе моей профессии. И там неврологии, у меня неврология специализация, психиатрия. Почему? Потому что я возвращаюсь к этому, вот так, что, ну, это вот, знаешь, это я знаю, это я читал, это… А потом я раз, я возвращаюсь к этому, и уже новые какие-то исследования, я по-новому смотрю, уже какой-то опыт накладывает совершенно как бы свой отпечаток и по-другому это… И идет вот это вот развитие, расширение, как бы усиление, да, расширение, углубление чего-то, чем мы занимаемся. Поэтому, да, то есть вот этот вот интервал между возможностью воспроизвести что-то, ну, так как вот предполагается, так как вот нацелено, как бы хотелось бы, он как раз зависит от того, как… И особенность… Очень много факторов и особенности формальных свойств психики человека, например, темперамент – это формальное свойство психики, да, то есть вот быстрые процессы, медленные процессы, там, застревают, там, быстро заканчивают. Ну, то есть вот от этого зависит. Это зависит вообще там от того, насколько человек научился учиться. Потому что люди, которые вот научились учиться в детстве, почему хорошо в детстве, там, не ставят цели, там, сделать каких-то какими-нибудь звездами, там, и музыка, и спорт, и то, и то, и то, и то. Все говорят, нет, надо целенаправленно вот так вот и больше никак, а иначе что из нее получится? Это вот как раз ужас для детей полный. А вот как… Вот это вот возможно и тут, и тут, и тут, и тут. И дальше на что резонирует, и ребенок тогда, у него есть возможность, кем ты хочешь быть, это круто, я знаю. А когда у него есть, вот он видит там, 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 и раз, и у него появляется возможность просто прочувствовать, срезонировать на что-то. И тогда он говорит, ой, вот это мне интересно, или ой, там, вот сюда я хочу. И тогда только можно увидеть, куда этот, вот, что, как он устроен, то есть на что, на что он устроен, вот, на что больше он предрасположен. Вот, но вот эта способность обучаться, она формируется, она развивается. И вот если у ребенка, вообще у человека, он учится, у него есть способность обучаться, то за что бы он ни брался, у него быстрее гораздо получится вот протаптывать эти новые тропинки, да, создавать эти новые сети, чем у человека, который, ну, может быть, там, там, в школе поучился, в институте поучился, но вот учиться, по-настоящему не учился и не научился. Или, например, учился, есть же люди, которые учатся, ну, там, вот как сейчас вот это ЕГЭ, там, они фактически заучивают. Заучивают. Потому что, чтобы ответить на вопрос ЕГЭ, да, они учатся очень глубоко изучить, достать, извлечь, да, вот, как бы, экстрадировать из такого материала какой-то смысл. Вот, а вот такое вот образование, которое сейчас все-таки организуется, оно настроено на то, чтобы быстрее, больше, как можно больше объем, если быстрее объем как можно больше, это поверхность, это невозможно, невозможно дать мозгу время, чтобы он выкристаллизовал из какой-то информации суть. Это, да, и вот, и это во всем, это не только, это в любой области, и в обучении пению, и в любом процессе, который формирует или совершенствует навык, вот эта способность обучаться, вот этот стиль, стратегия обучения, тактики, которые приобретаются, когда человек учится учиться, они гораздо на большое значение. И у этих людей получится, может быть, и быстрее. Я замечаю, что ко мне обращаются люди взрослые, состоятельные, разных профессий, но преимущественно взрослые, что они хотят петь. Вот я хочу с вами, может быть, прикоснуться сегодня поразмышлять на эту тему, почему происходит именно так сейчас, или, может быть, это есть прям какая-то тенденция у людей, которые уже достаточно сделали, и им хочется дальше развиваться, и они находят себя в творчестве и через пение, и через музыку. Прикоснемся, попробуем. Если у нас есть время. Если у нас есть время, мы прикоснемся, прикоснемся, именно прикоснемся. Ну вот, судя по тому, что мы затронули. Ну, первое, что мне приходит в голову, первое, что мне приходит в голову, ученики приходят к учителю тогда, когда он готов им что-то дать. И наверняка эти люди к тебе приходят, потому что они распознают в тебе человека, который уже готов им что-то дать. Может быть, ты готова заниматься с людьми разных профессий, разных возрастов, зрелыми, состоявшимися, которые хотят сделать что-то еще в своей жизни. Это первое, что мне приходило. Думаю, приятно. Конечно. Да. Но это, я сказала, не чтобы сделать тебе приятно. Хотя мне тоже приятно сделать тебе приятно. Это повод поразмышлять. Это повод поразмышлять, да. Второе, это так же, как с полезной и неполезной. Ответить на вопрос, почему люди приходят, нельзя. Потому что люди, на самом деле, состоят из очень уникальных, совершенно непохожих, неповторимых людей. Не похожих друг на друга людей. Ну, как бы руки, ноги, там, хотят петь, вроде это похоже. Да. Но какие-то другие детали, которые делают нас уникальными, индивидуальными, как раз и определяют то, что мы разные, мы непохожи. И поэтому, для того, чтобы понять, что побудило человека прийти обучаться вокалу, надо понять этого человека. Я думаю, что столько людей, сколько к тебе пришло, вот ровно столько почему. Почему? Ровно столько разных причин. Может быть, мы и найдем в этих причинах. Может быть, мы там из десяти человек, у двух увидим, что что-то нечто похожее. Но даже если это будет сформулировано одинаково, не факт, что глубина, из которой идет эта формулировка, одна и та же. Но то же, что мне хочется сказать, то же, что приходит в голову, это то, что когда мы живем, и у нас есть определенная сфера, в которой мы реализуемся, круг людей, да, системы социальные, в которых мы реализуемся. И мы, конечно, ассоциируем весь мир со собственным опытом. Ну, то есть нам кажется, что то, что с нами происходит, то и происходит со всеми летом. Да, да. И я думаю, что люди хотели петь и обучаться петь во все времена. И в 18-м, и в 17-м, и, наверное, в древнем мире, и сейчас. Независимо от того, имеют они профессию или нет. А вот почему или зачем вообще человеку петь, ну, в принципе, вот, это, конечно, интерес очень, это вопрос очень интересный, и ответы на него, наверное, можно получить разнообразные. Но с чем это может быть связано? Не почему, а с чем это может быть связано? Помнишь, мы начинали, я не помню, мы за кадром или здесь говорили о том, что у разума есть три языка. Да. Это цифра, это буква и это нота. Нота. Да. И благодаря этим языкам человек может выражать свои чувства, описывать мир, внешний мир, описывать внутренний свой мир. И может быть как раз у людей, которые ищут возможность пользоваться языком, еще и языком музыки, пользоваться нотой, вот, есть потребность выразить себя или познать еще шире вот мир, в котором он живет, другого человека, себя, да, потому что все-таки именно слова, цифры и ноты это то, что мы можем использовать для того, чтобы сориентироваться в субъективном мире, потому что мир субъективный и вариантов нет. У тебя твой субъективный мир, у меня мой субъективный мир, мы видим, слышим, чувствуем абсолютно по-разному. Но когда мы взаимодействуем, нам надо договориться, нам нужно чем-то соприкоснуться, и тогда мы пользуемся словами, цифрами пользуемся, да, музыка, математика, музыка, это вообще сплошная математика, правда, да, это тоже цифра, да, и раз, и два, пауза, и три, да. Вот, и вот я думаю, что, наверное, эти люди хотят еще один язык, который расширяет их возможности и соприкоснуться с этим миром, открыть его для себя, и открыться этому миру тоже еще одним способом. Нина Михайловна, спасибо вам большое за нашу беседу, я надеюсь, что мы заложили очень хороший фундамент для наших бесед и для дальнейшего исследования, потому что у меня уже возникло еще больше вопросов, и это прекрасно. Спасибо тебе, Оксана, спасибо всей нашей команде, которая много, да, сделала для того, чтобы этот диалог состоялся. Вот, спасибо. 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 Спасибо.